Невероятный по своему масштабу конкурс «Россия-10», стартовавший в нашей стране 25 марта, набирает обороты. Российские средства массовой информации с неустанным вниманием следят за ходом общенародного голосования, результаты которого определят десятку лучших рукотворных и природных достопримечательностей России. По итогам первого тура голосования были выбраны 80 самых значимых памятников природы, архитектуры и культуры, по 10 объектов от каждого федерального округа Российской Федерации. Во втором туре голосования, который завершится 1 сентября, из 80 объектов предстоит отобрать 30 участников финала. На финальном этапе, который продлится со 2 по 29 сентября, определится десятка победителей. Принять участие в голосовании и узнать о его правилах вы можете на сайте 10-ваша.ру. На данный момент в голосовании приняли участие более 25 миллионов человек. Безоговорочным лидером голосования является Коломенский Кремль. Второе место принадлежит мечети имени Ахмата Кадырова «Сердце Чечни». Третье место занимает Богородицкий музей-заповедник. Цель конкурса глобальна – не просто выбрать 10 достопримечательностей символов России, но и в очередной раз напомнить всем нам о богатстве ее природы и культуры. В каждом регионе, в каждом городе, в каждом уголке нашей необъятной родины нам есть чем гордиться. Пушкинский район – не исключение. Сегодня мы решили узнать у пушкинцев, какие достопримечательности города и района, по их мнению, могли бы по достоинству претендовать на участие в конкурсе «Россия-10». Я думаю, наша стела, посвященная памяти вашим героям, вполне достойна занять это место. Потому что и весь ансамбль, фонтаны, там красиво тоже цветочки посадили, да? Да. Там и детям нравится, и взрослым там все время у нас все гуляют, так что красивое место. Например, вечен огонь. Памятник Маяковскому, памятник Крылову и Пушкину. Ну, достаточно много пушкина памятников. То есть, ну, вот эти самые такие, которые могут претендовать, наверное. Это знаменитые Мурановы, Абрамцевы. Я не уверена, что это пушкинский район, но тем не менее. Мне вот очень нравится Лавра, Хоть это далеко не пушкинский район, да? В Пушкина на кругу стоит памятник Пушкин. Я не помню, как его зовут. И в Пушкинском районе есть усадьба Муранова, Тютчево, усадьба Тютчево. Мне кажется, она достойна Участвовать в этом конкурсе. В Пушкине, наверное, есть все-таки Памятник матери на площади. Я считаю, он достоин, чтобы участвовать в этом конкурсе. По-моему, важен вечный огонь, Потому что ежегодно, 9 мая, Превозносят, Далее цветы кладут, ну и так далее. И очень красивые фонтаны, Которые расположены По центральной площади. А так, так больше я не знаю, как таковы. Не знаю, мне, как я, я вообще не отсюда, Я приехал издалека. Мне понравилась эта вот, Как она, башня на вокзале. Она, мне кажется, древняя. Я не знаю, сколько ей лет, Но она древноватая такая. Да ладно, он здесь только дорогу эту видел. Единственное, что я видел, Самое интересное, Вот там я озеро видел, Ну, забавное, но грязное дико. А здесь, ну, этот комплекс еще, Вот мне нравится. Вот самое, вот, все, что есть, Это вот этот комплекс. Ну, сейчас на Пушкино, По сравнению с другими городами, Я везде по Москве бывал. Ну, чистый город очень. То есть мне она понравилась, Потому что она чистая. Я жил долгое время. Так что, в принципе, Сам город может претендовать на это Как достопримечательность. В таком вот плане. Ну, это я бы не сказал, Что достопримечательность, Но этот город отличается девушками. Здесь очень красивые девушки. Их здесь много. Оксана Савельева, Марина Губина, Телеканал ТВ «Пушкинский». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!